Команда Чернига-блига ее ласкала, Чернига-блига считала ей, что ты одна из Белоруссии, за три года стала своей. Команда Квакляки-Крущ, привет! Дорогие друзья, ну что ж, давайте, наверное... Саша, подожди, подожди, минуточку внимания, слушаем. Бах, помощь! Спасибо, Александр Григорьевич. Извините, давайте-ка я проверю кое-что. Скажите, а вот эта вот шуточка, она смешная? Директора завода ЖК телевизоров плохо видно сбоку. Волновался я. Теперь можем начинать. Можем начинать, друзья. Ну давайте поддержим нас немножечко, а? Волновался я. Ребят, ну и первая ситуация. Представьте, сын решил отомстить родителям. Мам, пап, привет, я дома. Мы тоже. Мам, пап, у меня для вас новость. Я навсегда ухожу из дома. Но это вам как будто на день рождения. Друзья, ну теперь смотрим следующая ситуация. Семья на отдыхе. Хорошо-то как? Хорошо, Эля. Хорошо, как? Хорошо, Эля. Хорошо, Эля. Ну что, смотри же, смотри же, ну солнце, пляж, море, отдых, как хорошо. Как хорошо отдых у нее. Хорошо. Я тебе устрою отдых, давай работай. Шаурма. Пахлова. Пахлова. Кукуруза. Кому? Ну а следующая ситуация, представляем. Парочка на секундочку состарилась. Софья. Алешка. Софья. Алешка. Софья. Алешка. Софья. Алешка. Софья Алексеевна. Алексей Иванович. Софья. Алешка. Давайте смотреть, как проходит фестиваль Казантип 2014. Казантип. Уху. Серега тебя сейчас отпустит. Браво, спасибо, спасибо. Ну а следующий для вас выступает диджей Бурчков. Уху. Уху. Из России. Уху. Следующая ситуация произошла на чемпионате мира по футболу. Что, дебил? Дебил. Про дух переводить. Ну, совсем уже придурок. Отдай сюда. Смотрим дальше. Следующая ситуация произошла на одной из улиц Чернигова. Шеф, 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 шеф. Шеф, до Рокоссовского 100 гривен, поехали. Заберите деньги, я не работаю. Шеф, до Рокоссовского, ну ладно, на тебе 150, поехали. Мужик, ты не понял, заберите деньги, я занят. Ой, занят он, на тебе 300 гривен, только поехали, до Рокоссовского. Мужик, я тебе говорю, я по заказу, меня вызвали для Аркадия Ивановича. Здрасте, может, в Склачину поедем? Так что заберите деньги и выйдите из катафалка. Следующая ситуация произошла на рубеже Стрелковым с белорусским биатлонистом. Гришка, ну ты дурак совсем, без запиона, ну кто так бегает? Ну, другое дело. В одну очень большую корпорацию взяли на работу обычного вахтера. Ходят тут всякие. Добрый вечер. Стоять. Что, простите, я не понимаю. Куда намылился? Что, простите, я не понимаю. Могу по-английски. Стоять. Куда намылился? Учил. Грейтон Брейт Литаш. Ладно, я все понимаю, вы просто, меня там машинка ждет, нужно поторопиться. Вот я в 52-м году рассказал о них дот про Сталина, так меня машинка ждала. А сейчас подождет. Так, мужчина, вы в своем уме? Я прямо сейчас позвоню в милицию. А не надо звонить в милицию. Я сегодня отмечался участком. Так, ладно, мужчина. Вообще-то, вы знаете, кто я такой? Кто? Моя фамилия Горлачев. Горлачев? Так это ты союз развалил. Вообще-то, союз развалил Горбачев. Как? Да у меня весь кроссворд поехал. Да что ж ты будешь делать? Ну-ка, скажи мне тогда первый месяц весны. Март. Хрен! Или март? Да у меня весь кроссворд поехал. Да получается, тут надо не стелька. Тут не подшипник. А первое слово владельца не ГДР, а АГУ. Ну? Какой холодильник на дачу? Выиграл, блин? Ай, дядя ты. Ладно, я пойду, может быть, мужчина. Да что ты пойдешь? Ты вообще служил? Не служил, и что? А я крейшлайсер запаса. Кто? Крейшлайсер. Какой еще крейшлайсер? Что вы несете? Что я несу? Воинское звание. Одиннадцать букв по вертикали. Скажешь неправильно. Ну конечно неправильно, мужчина. Тут подполковник. Слышь ты, иди отсюда, пока я тебе соли не выписал в ягоди. Ладно, пойду, вообще невозможный мужчина, невозможно с тобой разговаривать. Ну как настоять? Эх, да что же это я? Как это я, невозможный мужчина? Да я же, такой же, как ты, обычный украинский мужик, здоровенький, булык. Обычный мужик с таким вот, понимаешь, характером, как у тебя, как у всех нас. Что я тебя не пойму? Что мы с тобой не договоримся, что ли? Пятьсот рублей. Мужик, ты в своем уме? Какие рубли? Гривны, ты дурак совсем. А ну какая разница, мужик, если так. Ну а теперь представим белорусские заводы. У нас на заводах работают именно такие люди. Петровна, здрасте, мордасте. Аркадий Иванович, какие люди в Голливуде. А я всегда говорил, что Голливуд весьма странный, название для заводской столовой. Ну что, бери плов. Как говорится, когда есть плов, я на все готов. Петровна, ты даешь. Возьми салат. Салат? А и как называется? Куриный. Куриный. А из чего он? Морковка, лук, хрен. Куриный. Как говорится, ешь морковку, лук и хрен, будешь как Софи Лорен. Ай, Петровна, ну что еще есть? Горячая мне это... Давай котлетку тебе положу. Котлетку? Давай котлетку. Какая она тебя смотрит? Ну давай вон ту с глазками давай. Вот эту? Не-не, вон ту румяную давай. Вот эту котлетку? Не, вон ту поджаристую мне давай. Вот эту что ли? Не, вон выше, выше. Ах, это котлетка, это котлетка дорогая. Ай, да. Смешной ты? Надо тебе было в самодеятельность к Семенцу. Я ж в свои годы это, волейбол, шмолейбол, этот КВН, шмолейбол, ай! Что ты делаешь, Миколайбол, разлил рассольник, его ж люди еще есть будут. Я же не знал, Петровна. Петровна, мне бы это, так сказать, подрассольничек чего-нибудь так-то... Что подрассольничек? Ну мне бы что, подрассольничек. Что с тобой, Петрович? Ну подрассольничек мне бы чего-то... Чего, я не понимаю. Ну подрассольничек там... Ну ладно, Петровна, что-то холодно, говорю, у тебя брррр... А, так сейчас кондер выплю, нет, нет, Петровна, Петровна, мне бы согреться, а то брррр, холодно будет. Ну говорю, кондер сейчас выплю. Да нет, Петровна, мне бы... А подрассольничек, ну сметану возьми, вот. Да нет, Петровна, говорю, мне бы... Петрович, что ты странный какой. Странно, что у нас цихане в армии не служат. Ладно, возьми, вот, в компоте возьми. Все налила, все как положено. Петровна, Петровна, а что это у тебя родинка тут? А где? А вот здесь. Невозможный человек? Какой невозможный человек? Ну все, хорошо. 25 гривен. Все, пойду. Петровна, Петровна, а что это у тебя? А где? Ать, да ты дурный мазут. Ну какой мазут, какой мазут? Туртуч, ты дурный дождь. Друзья, ну и напоследок. Совершенно случайно к нам попала запись телефонного разговора президента России и президента Украины. Давайте послушаем. Алло. Алло. Видишь ветер? Ну и струн. Посмотри в окно. Ну и струн. А вчера было солнце. Ну и струн. Зачем ты все время говоришь одно и то же? А я останусь. Брак, помощь! Александр Григорьевич, ну вы-то куда? Вечно нам как бы это. Лучше бы посодействовали. Приезжайте с нами в следующий раз, а то мало ли. Спасибо вам. Друзья, с вами Балифляг. Всего самого хорошего. Любить свой город. Играйте в КВН. Фляг всегда будет с вами.